Доброго дня! Сегодня почта и паблик ВВК с утра завалены письмами по поводу нападения на блогера, автора канала «Личное мнение». И пока я пребывал в раздумьях, что же по этому поводу сказать, на глаза мне попался ролик скрипоносного бузатера Семена Скрипецкого, который уже успел прокомментировать это событие. И тут необходимо немного предыстории. Канал «Скрипоносный бузатер» я обнаружил совсем недавно, один из его роликов попал мне в рекомендованные. В этом ролике автор рассказывал про бутылки, которые обнаружил после схода снега на дороге, проходящей мимо его дома. И когда он сказал в этом ролике нужно пойти и убрать эти бутылки, я даже успел подумать, ну вот очередная какая-то вата с норовоучениями. Рассказ о том, какой он молодец и как он убирает территорию. А в следующую секунду он порвал шаблон, хотя посмотрите сами. И что? Ну я не любитель русского мира. Ну конечно есть патриоты, которые скажут, хулиноешь, начни с себя. Ну то есть, типа я должен пойти и убраться, да? Но я не такой. Я решил найти. Найти кто бутылки накидал и разбить ему их об голову. Мне стало любопытно, я посмотрел сходу еще несколько его роликов. Не все пришлось мне по душе, но это нормально. Главное, то, что понравилось в процентном соотношении, значительно превышает количество непонравившегося. Живой юмор и хороший сарказм. И, что очень важно для меня, человек совершенно не боится называть вещи своими именами. То есть, по-русски говоря, не занимается жопокрутством, чтобы и нашим, и вашим. А этим грешит немало блогеров. А потом я увидел его картины, а чуть позже изделия из дерева и металла. Умный, талантливый, с замечательным чувством юмора. В общем, он стал тем единственным блогером, видосы которого я стал смотреть, почти не пропуская. И у меня появилось желание рассказать о его канале, поэтому я обратился к нему с вопросом, не будет ли он против, если я сделаю нарезку из его роликов. Он согласился, и я начал выбирать лучшие моменты из его работ, но сегодня в ютубе появился его ролик с комментариями по поводу нападения на автора канала «Личное мнение», и я подумал, что не нужно ничего выбирать, нужно просто сделать перепост этого ролика. Ведь в нем он выражает как раз мои мысли по этому поводу. Более того, скажу, я тоже бывал в разных ситуациях, и в травматологию приходилось обращаться, и с милицией общался неоднократно, и с прокурорскими. Ну, все там немного не так происходит в реале. В общем, смотрите ролик и понимайте при этом, что примерно так же сказал бы и я. Если понравится, подписывайтесь или просто смотрите его видео, ведь просмотры для блогера важнее, чем подписки. Автор близок мне по духу и по взглядам на жизнь. Возможно, в чем-то даже более честен и открыт. Я даже немного огорчен тем, что человек не очень общителен, потому что таких людей хочется видеть в друзьях и обсуждать что-то за чашкой чая. Смотрите ролик и всем удачи! Друзья, всем привет! Вы сейчас находитесь на канале «Тихий барин». Меня зовут Роберт. Затера, или как Семена Скрипецкого. И, в общем, завалили мне личку. И в комментариях много. Дело в том, что на Вадима, Вадим канал, личное мнение. На него было нападение. Его ножом порезали, ну и с травмата постреляли. Я за творчеством Вадима не слежу, не наблюдал, даже не подписан на него. И, в общем-то, я не в курсе, за что его пытались завалить. Ну, он вроде как, я смотрел ролик, присылали мне, что там менты, подстава какая-то или еще что. И, с другой стороны, у меня возникли вопросы, почему Вадим в одно жало, среди ночи, пошел на какую-то встречу. Потому что, ну, я считаю, что ты живешь в скрипостане, и тут всегда нужно быть готовым, что тебе попытаются нож в спину запихать. И, тем более, Вадим, он охранник, да, 80-го левела. У него и лицензия есть на оружие, и по-любому и оружие есть, хотя бы травмат, да, бронежилет есть. Вот, я простой деревенский хлопец, у меня есть броник 3-го класса, или 2-го класса, не помню уже. Но, по крайней мере, с травмата его не прострелить, и ножом его не проткнуть. Вот, и если я куда-то иду ночью, или иду на стрелу на какую-то, я его одеваю. Ну, и желательно я беру с собой пару-тройку друзей, которые тоже могут и подраться, могут и пострелять, и порезать. Конечно, желательно снайпера с собой брать, если в безлюдном месте встреча. Вот. И не думайте, что я вот такой вот диванный философ, я весь в шрамах, вообще весь, и меня и прессовали. Но, естественно, не по блогерской тематике, не по этой, а там пожизненной. И, причем, ну, с молоду. И поэтому, не знаю, я не понимаю, как просто пойти ночью в одну каску, и не одеть бронежилет, и не взять нож с собой. И вот как с Вадимом случилось, я не понимаю. Он взрослый мужик, тем более, вроде как спортсмен, да? Вот. И такое вот с ним случилось. И, насколько я знаю, у него давно эти проблемы, я помню, года два назад, мне тоже заваливали личку, что у него там кто-то машину сжег, или пытался сжечь, я что-то не помню. В общем, ну, я тогда на него не подписался, естественно, и сейчас не подпишусь, потому что, ну, признаюсь честно, мне он не интересен. Вот, никого ни к чему не призываю подписываться или подписываться. Просто сейчас говорю свое мнение, может быть, я чего-то не понимаю, что он там такого сделал, что его убить пытались. Просто говорю, менты обычно, они вряд ли будут убивать, они людей обычно садят, потому что, чтобы кого-то убить или избить, причем неофициально, как бы это очень рискованно. И найти мента, который кого-то пойдет ночью резать, это, ну, практически невозможно, потому что менты тоже получают свою зарплату, там сколько, 30-40 тысяч. И за эти 30-40 тысяч резать они не будут, соответственно, там что-то, какой-то криминал в этом задействован. И вот, опять же, вернемся к Вадиму, к личному мнению. Я снял ролик, в котором сказал свое личное мнение. И появилось много комментариев, у меня много подписчиков общих с ним. Кто-то там стал говорить, что я не прав, что он хороший человек, я это, в общем-то, и не отрицаю. Но стали требовать, чтобы я пересматривал видео. И я его пересмотрел, и у меня возникли новые вопросы. Ну, конечно, я знаю, сейчас многие от меня отпишутся, скажут, что я там продался Путину, засланный казачок и все такое. Так вот, я пересмотрел, начиная с самого начала, где он идет, где он говорит, что у него страшные кровопотери. И внимательно смотрел на асфальт. Довольно-таки хорошее качество, и я не увидел ни одной капли крови. Я сам, я говорю, участвовал неоднократно в жестких замесах. И бывали у меня ранения. Я знаю, как хлещет кровь. То, что на голове у него здесь, это небольшая ссадина. Голова такое место, где, когда ты проливаешь кожу до черепа, кровь с тебя льется, как со свиньи, и льется очень долго. Вот у меня вся голова, вся она в шрамах. При ножевых ранениях то же самое, и тем более травмат. И если бы Вадим шел бы, и, как он говорит, терял кровь, эту кровь можно было бы увидеть на асфальте, за ним следом. Даже каплю крови можно было бы увидеть, потому что на светлом асфальте, даже при таком плохом качестве, эти крапинки было бы хорошо видно. И они бы выкладывались в дорожку или в струю. Это во-первых. Во-вторых, человека с такими травмами врачи не выпустили бы из больницы. А тем более удар, проникающий на живые ранения, он лежал бы как минимум неделю. И, в-третьих, при поступлении в больницу с такими ранениями, ему бы душу вынули бы менты, так что он рассказал бы все, и они бы с него не слезли бы. И это, я говорю, сто процентов. Как вы не говорите, что там сейчас будут вот у нас в Краснодарском крае менты не такие, они даже и похеру им, больниц нету. У нас больницы все закрыли, ментов нет. Такого не бывает. И говорю, я бывал и с переломами в больницу попадал, и с ранениями. И менты действительно выворачивают душу, пока ты им все не расскажешь, что ты уже сам не рад всему этому. Они тебя допросят конкретно, капитально, узнают все. И даже если ты не хочешь писать заявление на тех, кто тебя там покалечил, ну, то есть приходится уворачивать. Не просто так, ты пришел в больницу, тебя заштопали и отпустили. Такого не бывает. Тебя, во-первых, не отпустят, во-вторых, с тебя не слезут менты. Ну и просто человек не будет таким бодрым, с такими ранениями. Так что я пересмотрел еще раз и пришел к выводу, что меня пытаются где-то наебать, хотя не меня, я не подписчик, вот. И просто там пишут комментарии подписчики мои под видео, оставь ссылку на его, не ссылку, как он, оставь его кошельки, пусть ему донатят. Я не хочу в этом принимать участие. Я, в общем-то, Вадиму, мне показалось подозрительным, когда сожгли его машину. Там много было споров. Конечно же, фанаты, любители подписчики Вадима, они, естественно, не верили. Но было много скептиков, которые сказали, что машина не его, просто он хочет заработать. И, посмотрев комментарии, почитав, даже мои подписчики, очень многие ему задонатили уже. И, в общем-то, я пришел к выводу, что, ну, просто кто-то кого-то пытается наебать. Вчера мою ленту и личные сообщения, естественно, завалили души раздирающими репликами. Обязательно осветите ужасное нападение Вадима. Личное мнение, там чуть блогера в России не убили очередного. Я, как только прочитал об этом, сразу подумал, о, надо же, Вадим решил повторить акцию, как это было у него сожженной машиной. Он тогда всех нас очень впечатлил, естественно. Было чистой воды разводил его, и тогда же мне в личное сообщение написали люди, живущие недалеко с ним по соседству, о том, что все это вранье, что ездит он на иностранной машине, а сжег где-то там на пустыре никому не принадлежащую «Жигули». Правда, потом его начали об этом спрашивать, он пытался доказать, но в конечном счете не удовлетворил людей тогда своим объяснениям. Время прошло, и после той многочисленной критики Д'Артаньян на белом коне с бородой заявил нам, что, конечно же, он честный парень, и вообще он за идею, и в отличие от других он денег не просит. Нет-нет, очень сильно хочется, но не просит, совесть не позволяет. Ну а вот теперь начало лета, дело идет, видимо, к отпуску с любимой, ну и где-то пришлось наступить на совесть, если она вообще у него когда-то была, в чем я очень сильно сомневаюсь, если ты уже один раз устраиваешь спектакль с подожженной машиной, то, естественно, следующим ходом будет что? Личное покушение. Правда, я хочу огорчить, Вадима на Оскар он не тянет, не тянет от слова совсем. И, естественно, присоединяюсь к мнению Барина, который, кстати, обратите внимание, он тоже не поверил Валерию, но боится высказываться, а открыто, потому что знает, что тема не хайповая, и знает, сколько идиотов, которые теперь и мне сейчас в комментариях будут писать про кремлевские вы, сволочи, не трогайте Вадима, да как же вы можете не поверить человеку в этой истории? Ну и дальше то, что вы видели. Простой парень с русской деревни, талантливый человек, называет вещи своими именами. И он высказывает именно то, что рождается в голове у любого нормального мужика, который хоть когда-то побывал хоть в какой-то переделке. Итак, что мы видим? Мы видим бодро шагающего по улице человека, только что получил три выстрела из травмата прямо в грудь. Ну человек идиот, так 10 минут рассказывает, сплевывает якобы кровь, у него полный рот крови, но вы хоть каплю видели? Ничего, никакой крови близко у него там нет, все зубы на месте, и голова даже фактически не повреждена вообще. Если кто-то когда-то был ранен, вы знаете, насколько много бывает крови. И удивительно, человек рассказывает о перебитых трех пальцах. Он держит мобильник в оставшихся двух, это, наверное, я так понимаю, указательный и большой. Но как-то стесняется показать вот эти перебитые пальцы. Вот как-то не хватает у него фантазии на то, что он уж если он хочет произвести впечатление, то уж, конечно-то, это самое главное причинное место, так и надо показать. Но нет, забывает в шоке, понимаете ли. В районе двух недель назад со мной связался человек и сказал, что у него есть информация по поводу полицейских, которые там якобы в отделе подкидывают наркотики. Сегодня я встретился с этим человеком, вернее как, он мне позвонил, я поехал к нему навстречу. У него не оказалось на месте. Через где-то квартал, после того места, где мы должны были с ним встретиться, на меня напали два человека. На данный момент у меня около трех пулевых ранений, скорее всего, травматический пистолет. Практически отрезаны пальцы на правой руке, потому что телефон я держу двумя пальцами, остальные пальцы просто не работают и не держат. Ранение с правой стороны в районе печени. У меня достаточно сильно пробита правая сторона в районе печени. Я ее зажал. И очень, ну, по крайней мере, мне кажется, что достаточно быстро кровь теряю. Естественно, я не верю ни одному слову личного мнения. Мое обращение сейчас, конечно же, не к нему, не к таким, какие поддерживают этого. Вадима. И это, обратите внимание, только те, кто дерут с вас беспрерывно донаты. У меня обращение к другим людям. Господа, почему вы не требуете, если уж вы платите деньги кому-то, требуйте, чтобы было показано его заявление в прокуратуру и дальше. Те, кто живут недалеко в том же регионе, где живет этот самый Вадим. Сделайте запрос в прокуратуру и узнайте, было ли подано прошение и разбирают ли это ужасное преступление, которое было совершено на известного человека. Ну, а сейчас несколько вопросов для тех, кто еще сомневается. Вам не обязательно мне отвечать на эти вопросы. Просто сами себе на них ответьте. Первый вопрос. Если ты обгрызаешь лицо человеку и у тебя есть борода, как она осталась сухой, чистой, без следов крови. Ты что, по дороге успел и помыться, видимо? Второе. Получив из травмата в корпус три раза, может ли человек столь быстро передвигаться, как на видео, совершенно спокойно рассказывая фактически 10 минут некую сказку? Третье. Судя по фото, одно из ножевых расположено вертикально и приходится на нижнее ребро. Если ранение проникающее, ребро не могло быть не задето. Почему на видео человек, вчера раненый в эту часть тела ножом, пару раз вполне непринужденно кашляет во время записи? Четвертое. При ударе пистолетной рукоятью по голове граммов 300, почему шея не залита кровью? Почему вообще нет следов крови? Пятое. Почему настолько вскользь был показан приемный пункт больницы всего около секунды, хотя это очень важный момент? Ведь как раз таки на этих моментах и должны быть сделаны основные акценты. Я добавлю от себя. Если человека на самом деле преследуют в стране, угрожают, избивают, сжигают его машины и прочее, ну, если бы это было на самом деле между нами, человек бы, скорее всего, действительно попытался уехать из этой страны. А вот как раз таки в иностранных службах интересуется не рассказами, а интересуется вещественными доказательствами, такими как, например, видео в приемном пункте больницы, как человеку оказывали помощь, как он оставлял заявление и как с ним разговаривали в этот момент правоохранительные органы. То есть вот это, господа, и есть самое главное в этих историях. Шестое. Почему блогер не догадывается заснять свою беседу с главврачом платной клиники, но при этом так долго показывает ее фасад? Клиника здраво, вот за которую я вам говорю, в которой решили взяться за все вот это, она платная, и сам вот этот врач, ну, главный, с которым мы там общались, получается ответственный, он мне сам сказал, что иди туда, там такой хирургически сильный центр, и нужно делать у них, потому что, говорит, даже у нас так не сделают, ну, я же говорю, наша стандартная медицина. Вот она, друзья, это частная клиника хирургическая, вот только я вышел отсюда, да, и с врачом мы здесь поговорили, и, в принципе, я сегодня уже сдал анализы, получается, общий анализ крови, и сдал на аллергены, то есть от каких обезболивающих, и от чего, на что у меня, собственно, аллергия, да. Да, фасад, конечно, снимать можно безболезненно, погуляв вокруг больницы, а вот с разговором с главврачом здесь будет несколько сложно, а лохам, пожалуй, и фасад больницы сойдет, не правда ли? Седьмое. Блогер стесняется, видимо, полностью показать поврежденную руку, хотя как раз таки, он буквально просто должен был начать свой репортаж именно с этого. На видео видно только два неповрежденных, уцелевших с его слов пальца, остальные три он не показывает. Для тех, кто до конца не понимает, когда ты монтируешь видео, ты можешь обрезать кадр как тебе угодно, и, естественно, Вадим делает, как и все остальные. И тут я понимаю, по чистой случайности, просто так, вот, просто так совпало, что он отрезает видео именно так, чтобы три поврежденных пальца не попали в кадр. Надо же, такая неудача, не показав в самом начале, ну и потом, стоя с повязочкой, тоже умудрится отрезать, так сказать, на самом интересном месте. Совмещая все это, господа, я хочу спросить вас в очередной раз, как долго еще вас будут разводить? Помните о том, что всегда есть люди без стыда и совести. Ужасно, что эти люди называют себя оппозиционерами и якобы борются за идею. Правда, при этом не забывают по ходу и легко баблишко скосить. Для меня однозначно всегда было, есть и останется. Если человек наглым образом, по любому поводу, первое, что ему приходит в голову, обратиться к людям с «Подайте Христа ради», этот человек для меня перестает существовать. Ваше дело, конечно, донатьте, но я присоединяюсь с тем, кто, несмотря на то, что это абсолютно дохлая тема, и на этой теме 100% будет куча дизлайков, куча отписок, я все равно поддерживаю тех, кто за здравый смысл и имеет мужество называть вещи своими именами. А в отношении личного мнения хочется пожелать ему здоровья и хорошего отпуска тебе. Содержать вас в курсе, как у меня все эти там операции, вернули ли они мне пальцы отрезанные, и что у меня там дальше, да, я буду держать, стараться держать вас в курсе, но я хочу именно заняться это время здоровьем, и, наверное, на какой-то вот этот промежуток времени я пропаду, для того, чтобы полностью ни на что не отвлекаться, а просто делать, ходить эти операции, делать это лечение и просто встать на ноги, потому что... ШУРСкинул... ШУРС angled. Продолжение следует...